Здравствуйте, меня зовут Андрей Дривер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. На этот раз губит не вода. Посетители пивной не дают жителям дома спокойно жить. Мимо кассы бизнесмены незаконно свозят мусор в частный сектор, чтобы сэкономить на утилизации. Обратите внимание, как обустроить двор, чтобы уберечь детей от автомобилей. Сидеть за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. То, что важнее аптеки. Некоторые справочники Барнаула на запрос пивная выдают адреса порядка 750 заведений. Напиток, который не губит, пользуется у горожан популярностью и для кого-то может, как говорят, сделать выходные, а для кого-то их перечеркнуть. Например, для жителей одного из домов на улице Юрина. Им пятийное заведение на первом этаже не дает спокойно жить. Можно ли бороться с пьянством под своими окнами? Ценители граффити или настенных рисунков стекаются к дому на Юрина 290А толпами. Место паломничества пивная, даже две. Ими довольно новый дом укомплектован, кажется, еще на этапе ввода в эксплуатацию. У нас двухподъездный дом и у нас две пивнушки на каждый подъезд по одной. Прямо, чтобы всем было удобно развлекаться в случае необходимости. Каждое утро, а по выходным особенно, жители встречают истинно объекты искусства. Когда мы с утра детей в школу идем в понедельник, это прям вкратце, да, видно. Выходишь, чтобы машину взять с парковки, а тут вот вся картина. Вот вокруг дома мусорки все забиты. Вот за территорией, вот прям за углом дома, там бывает встречаются пьяные люди лежат. Да, пленэр для свободных художников заканчивается не всегда удачно. Поднимает русское искусство старательно, но бывает тяжело. С такими гостями здесь пытаются бороться. В отчаянии даже угрожают, ведь инстанции молчат. А пытались к владельцу напрямую обращаться? А бессмысленно. Ну, то есть мы ему можем же сказать, да, как бы, закрой свой бизнес или следи за этим, да, но я думаю, ответ известно. Он уже открывал для того, чтобы получать деньги. А вот районная администрация с владельцем пивной поговорила. И если верить письму, даже получила заверение в том, что за дело взялись со всей ответственностью. После жалоб жильцов дома установлено дополнительное уличное освещение. Принят на работу второй дворник, который ежедневно убирает территорию и следит за чистотой, прилегающей к магазину территории. Кто нанял, за чей счет нанял, где он этот дворник, мусор как был с утра, так он и есть. То есть ничего не поменялось абсолютно. Пьяных меньше от этого, то, что он написал, ответил, не стало на самом деле. Чтобы пьяных стало меньше, специалисты предлагают несколько решений. Есть у нас закон о тишине, который на сегодняшний день в определенный период времени запрещает какие-то громкие разговоры и все остальное. Если это происходит из стен этого заведения, то вот, пожалуйста, есть основания для того, чтобы применить этот закон. Есть еще один из выходов, то есть собственники многоквартирного дома у нас принимают одно из решений о том, что вот в данном случае считают нецелесообразным использование вот этого вот нежилого помещения, то есть как питейное заведение. Питейные заведения – одна из проблем барнаульских дворов. Еще одна – переполненные контейнерные площадки. Почему некоторые из них перегружены мусором настолько, что превращаются в стихийные свалки? Региональный оператор ответил на этот вопрос. Проблема в том, что некоторые частные предприниматели не заключают договоры на прямую с эко-комплексом и экономят на вывозе отходов. Просто выбрасывают где придется. Свалка в частном секторе. Этот контейнер явно не рассчитан на весь тот мусор, который к нему свозят. Стоит посмотреть, что выбрасывают, и профессионалам все становится ясно. Далеко не житель вынес такое количество чеков. Если мы дальше будем рассматривать, это, скорее всего, юридическое лицо, которое не должно находиться на данной контейнерной площадке. Каждая площадка рассчитана на определенный объем. Это, например, на частный сектор. Но и предприниматели любят незаконно свозить сюда мусор. Это позволяет им экономить, не заключать договор с региональным оператором эко-комплекс и не платить за вывоз мусора. Поэтому за нечестных бизнесменов платят жители ближайших домов. Из нормы накопления увеличивается стоимость оказываемых услуг. Поэтому все отходы, которые будут не учтены, а, так скажем, контейнер предназначен для жителей, то, соответственно, при пересмотрении тарифов и объемов увеличится норма. Соответственно, жители будут пройти за юридические лица. Незаметно подвезти и выбросить. Несколько таких машин в день достаточно, чтобы превысить лимит площадки и создать свалку. Но нарушают не только крупные компании. В обход всех правил могут выбросить, например, ваши строительные отходы. Мы позвонили по нескольким объявлениям, которые предлагают вывоз крупногабаритного мусора. Для начала нам были не готовы дать чек с мусорного полигона. А потом и вовсе ради нас открыли парочку новых. На Калинино нельзя, Гюнстан. На Калинино? На Калинино свалка? Свалка? Полигон какой-то есть? На Калинино? Там есть в конце, там, кстати, аэс. Либо на штабку. А, либо на сказку? На штабку, в штабке. А, штабки? Есть в конце мульском полигон. Куда удобнее будет. Действительно, куда будет удобнее. Можно и на задний двор. Ведь все перечисленные предпринимателям полигоны тоже официально не существуют. Скорее всего, это стихийные свалки. Хоть нарушителя мы и выявили, все же задали контрольный вопрос. Насколько стоит? Скажите тогда. Там грузчики загрузят? Да, грузчики загрузят, нужна машина. 1400. 1400? Спасибо. Мне надо стоимость узнать. Вы можете мне сказать стоимость? Стоимость 3500. Будет стоимость машины без грузчиков. Второй собеседник оказался честнее. Во-первых, назвал цену выше, значит, скорее всего, заложил в нее расходы на утилизацию. Но главное, он был готов предоставить чек с полигона. Мы заявлялись, что у нас 4,5 кубов. Соответственно, это порядка 1000-1200 уйдет на утилизацию. Все остальные расходы, которые это, скорее всего, на транспортные услуги предусмотрят. То, что человек сказал 1400, ну, навряд ли это. И повезется на полигон. Если вам не хотят давать чек с полигона, значит, ваш мусор либо пополнит стихийную свалку, например, в этом лесу, либо попадет вот в такой контейнер в частном секторе. И тогда платить за ваш мусор придется кому-то другому. Сегодня в Барнаульской зоне официально работают только 4 полигона, на которые можно свозить отходы. Это полигон в Барнауле на Космонавтов-74, а также в Зудилово, Троицке и Павловске. Если вам предлагают вывезти строительный мусор на какой-то другой якобы существующий полигон, скорее всего, вы разговариваете с нарушителями закона. Еще одна проблема Барнаульских и любых других дворов – это лихачи, которые давят на газ даже рядом с детскими площадками. Специалисты рассказали, как обустроить двор так, чтобы автомобилисты помнили о правилах движения. Разметка направлена на безопасность жителей наших домов управляемых. В первую очередь она направлена на, конечно, автовладельцев, которые проезжают по нашей территории. У наших домов сейчас у нас и детские садики, и школы находятся на каникулах. Ну, многие, в любом случае, многие детские садики находятся на каникулах и школы. И так как у нас густонаселенные районы новые, то очень много ребятишек, которые пересекают дорогу, дорожное полотно, выбегают часто. И, собственно говоря, это направлено на внимание автолюбителей. Хотелось бы, наверное, обратить внимание на вот эту разметку всех, чтобы внимательно смотрели на дорогах и скоростной режим соблюдали. Подобную разметку перед своими домами наносит управляющая компания «Взлетная» в рамках акции «Осторожно, дети». Это особенно актуально для новых благополучных районов, в которых поселяются много молодых семей. В продолжении акции детям в форме игры расскажут о том, как нужно вести себя на дорогах. Этот проект в управляющей компании «Взлетная» лишь один из многих. Организация всегда рассматривает идеи жителей, идет навстречу. Совместно было проведено много полезных акций и красивых праздников. Профессиональный состав управляющей компании обслуживает 18 домов в Барнауле и делает место для жизни безопасным, комфортным и уютным. Если вас беспокоят коммунальные проблемы, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте толкньюз.ру и мы попытаемся вам помочь. Это был «Коммунальный патруль». До встречи! Продолжение следует...